привет ребята сегодня у нас тестах rtx 3060 3060 просто релиз будет 25 февраля это у нас сегодня 18 через неделю я могу сказать коронную фразу это видео впервые на ютюбе про 3060 еще ни у кого лету rtx а дата так что вот так как я заполучил в двух словах это за так короче я не знаю откуда она что она и так далее написал внимание один хороший человек из тбилиси и сказал типа я вот хочу купить 3060 но я им сказал ну может быть 3060 диай он сказал нет 360 ну короче то туда-сюда поговорили но он себе купил ну 40 штук он себе купил вот этих карт я ему сказал если есть шанс для меня одну штучку на тесты мне туда-сюда может быть челечнем когда без проблем и вот так она появилась 802 830 долларов я за нее заплатил по цене то что уже с привозка с растаможкой совсем забрала и вчера телеграме уже вчера насчет этого говорит и я вам сейчас сразу же скажу ребята если вы надеетесь геймеры да там или кто-то получить вот эту карту 3060 то они уже все распроданы еще нет релиза они уже распроданы они в грузии как появились я вообще не знаю насчет этого да что и как тут произошло да но то что они здесь появились и уже продались да это уже значит то что их уже нету магазинах может будет 1 2 штуки но вы по-любому не успеете их купить да как я ее за получил но для меня до сих пор шок до 3060 еще не вышла карта уже у меня главные проблемы сейчас нету драйверов да на эту карточку так что смотрим да не могу не прорекламировать моё вино криптовайн натуральное замечательное вино которое делаю я сам отправка по россии есть так что если кому надо пишите в telegram криптовайн быстренькая маленькая рекламка давайте сейчас посмотрим что внутри лежит в этой карточке и потом приступим к тесту на эфире и потом уже следующих видео будет тесты на других монетках погнали ну что впервые на ютюбе распаковка rtx 3060 от зотока вот так она выглядит сзади ребята чуть-чуть увеличим вот так она выглядит сзади по бокам вот так она выглядит сиренник не буду показывать вдруг там чё сбоку сверху отсюда и вот отсюда ну чё раскрываем ее будем сейчас смотреть берем ножик срезаем пломбу я ее еще не раскрывал сам еще не видел вот так вот здесь у нас ничего нет вот такая коробочка у нас это уже хорошо красиво открываем ее попа вот такой штучки я еще не видел что тут у нас я знаю что это никому не интересно что там у нас но ладно потом посмотрим самое главное это вот что лежит вот здесь больше ничего в коробке нету только вот такая маленькая карта мини карта тоже она только только вот она rtx 3060 вот 3060 видите тут видно маленькие кулера 18 пиновый карта короткая как мы видим память прикрытая линия сейчас скажу тут лежат вот видите термопрокладки такие толстенькие до черные там они лежат карта вот такая трубочка у нее сколько раз два три четыре трубочки бэкплейт железный не пластмасса этих нету как его зовут помпу нету так что можно раскрывать смотреть здесь у нас что мы имеем один мгдми 3 дисплей порта вот так она выглядит так что сейчас я включаем и тестим потому что вот распаковка не так интересно как это короче ребята что мы сейчас делаем вот когда поставили 3060 мы да что надо сделать вот он увидите его так из-за того что драйверов нету нам приходится ставить их принудительно это драйверов нету для 3060 мы делаем вот здесь драйвер апдейт драйвер делаем брос мой компьютер делаем вот здесь убираем вот эту галочку здесь нажимаем nvidia и здесь выбираем драйвера да я уже пытался тестить на 3060 ти он на них запускается работать давайте я сейчас посмотрю здесь 3070 сделаю до нажимаем yes он поставит драйвера от нее на 3070 будет типа распознавать его как 3070 из-за того что драйвера обновил там запись упала короче вот мы что имеем 3070 мы тут имеем да как будто бы это 3060 сейчас запустим да вот в стоке да этот автобернер заново включим чтобы он бы ее бы видел бы ну что давайте сейчас начнем приступим к тестам да здесь увеличим ей скорость вентиляторов да на данный момент и посмотрим она не отображается очень хорошо эта карточка здесь у нас через девайс менеджер да мы видим что эта карточка я ее прописал как 3070 хочешь прописывая как 3060 ти все равно одинаково она дает я это уже тестил я это уже проверял поэтому пусть будет прописано как 3070 здесь сейчас запускаем феникс потому что феникс более-менее я вам сейчас объясню что тут происходит короче когда мы запускаем майнинг да она вот тут видим 12 гигабайт он ее не определяет вообще никак пишет график девайс просто 12 гигабайт начинает нее зашивать дак дак он принимает без проблем дак файл и мы сейчас увидим цифру в районе 40 эти 41 и 5 мегахеш это очень хорошо но начинает один вот второй проем и сейчас начнет мегахеша падать будет 3620 остановится на 22 это все да у нас как только все это остановится у нас на 22 ребята да то уже все карточка как будто бы запускается нормально но при этом ее потом кто-то душит и все она спадает сейчас в этом видео быстрый тест это все на эфире мы делаем его час она спадет да и потом если мы вот здесь выкрутим в в массой автобернеры если мы сделаем 1200 да то она увеличится где-то до 25 26 до по мегахеша ну можно сделать так даже можно прибавить вот здесь плюс то да это вообще ничего не даст да но сейчас сами смотрите видите 25 ну 26 27 мегахеша она будет нам показывать да сейчас на данный момент да вот подождем секунду но она показывает 26 стабильно но если сейчас это вырубить да вот это все да и запустить заново манер то мы тут увидим цифру в районе 48 49 может быть даже 50 вот сейчас посмотрим заново она включается до того момента как начнет ее душить это все да там generating да видите мы видим 48 и 6 до без проблем будет 48 и 6 16 она типа еще набирает скорость бац момент и все сразу же душится и падает я не знаю правда или нет но в чате там два человека написали следующее то что какому-то магазину прислали такое письмо что 30 60 задушено под майнинг да но как я проверил и вы увидите в следующих видео это только под майнинг под эфир да это сейчас была маленькая такая вот короткая штука под эфир что я вам говорю да ребята чтобы вы бы поняли да сколько она майнинг на эфир в районе 50 мы на ней увидим без проблем я вам обещаю да там потому что ну вот вот здесь мы видим да вот такое да на других алгоритмах когда я тестил нет нету такого вообще нету ни на одном другом алгоритме вот такого нету что типа показывает и потом падает только на эфире это все видите вот 26 и все она на 26 остановится и будет типа майнинг 26 это сделано может быть правда специально задушено в драйверах да может быть второе что нету еще на официального драйвера да под нее 30 60 да и она вот это показывает но что мы видим то что 48 на ней можно майнить под настроив его ее чуть-чуть можно будет майнить чуть больше на я ее не проверяю сейчас на ваттметре да из-за того что ребята у меня там включена другая карта чтобы я бы записывал бы потому что она просто даже тупо драйвера не ставит от инвидии на другом компетенте у меня сделать да потом переставлять следующих видео я покажу показания уже с ваттметрами уже на других этих монетках да так что не забывайте подписывайтесь да также в телеграм-канале в нашем да вчера я ее тестил да и вчера уже были какие-то предварительные тесты так что ребята если вы хотите можете подписаться вот сюда на телеграм и вы будете узнавать это все первыми да тут у нас уже 5300 человек спасибо кстати валерки вам вчера репостнул мою новость что сколько вот давит у нас 3060 3060 простая вот арта x тут так далее и ко мне перешло где-то 400 человек от валер нас валер спасибо за это так что вот как такой вариант подписывайтесь на нашу телегу ссылочка будет всегда внизу в описании есть на нее там будет быстрее новость выходят и посмотрим что можно сделать ну ребята как мы видим да на эфире она правда какая-то вот зажатая эта карточка непонятно что с ней это я не понимаю пару человек писали в телеграме то что какие-то магазины получили письма что эти карты они специально зажимаются программ на под чтобы мань не майнили бы они да может быть это есть такое потому что на эфире мы видим хороший показатель в районе 48 на это не супер показательно до 50 моего мы сможем догнать да и потом мы видим бац и все сразу же падает это все куда идти чё где смотреть пока нет может быть драйвера исправят это все может быть нет в следующих видео вы увидите уже более реальные тесты на других монетах и там мы уже сможем сравнить ее с 3060 насколько она от нее отстает и потом уже поговорим о том что по цене стоит ли ее брать или 360 тяйку так что в следующем видео будет тоже очень интересно и потому что там более реальные показатели ее в майнинге чем например на эфире на эфире нам надо ждать драйверов или может быть и видео специально залучила эту карту чтобы например бы ее покупали только геймеры чтобы геймерам хотя бы досталось бы что-то но на какой-то одной монетки она себя но показывает больше чем на эфире это в следующих видео так что если вам понравилось это видео ребята ставим лайки ставим хотя бы 820 лайков да за то что я ее купил за каждый доллар до типа один лайк да пусть будет с вашей стороны это меня хотя бы чуть-чуть порадует потому что но там был шанс еще купить еще одну карточку да мне но честно говоря я понимаю что платить за карту которая 370 долларов в ретейле стоит 820 это уже очень дорого поэтому решил все так взять только одну только на тесты только из-за того что она еще не вышла чтобы протестить быть бы первым на ютюбе может так сказать так что когда так ребятки но от вас жду лайки комментарии внизу пишите как вы думаете что с ней почему она на эфире так себя ведет да как только драйвера появится сразу же бат первым же делом будет видеоролик это да там насчет не сколько она дарит реальности на эфире и так далее пока что вот такие показатели у нас если вы хотите увидеть гейминг тесты тоже пишите на втором канале я может быть тоже это сделаю но то что я проверил сейчас на данный момент без драйверов не очень да так что как-то или пишите где скачать бета-версия ныдевских драйверов для разработчиков я ее не смог найти в открытом доступе да так что это ну а с вами был как всегда ливан беру чашели до скорых встреч ребят пока